Это программа «Полезный вечер». Сегодня говорим про изнание языка, насколько это важно или зачем. Ведь у нас ведь есть гаджеты на нейросети и 5000 рублей переводчику в час. Языковые тонкости обсуждаем действительно сегодня. И к нам присоединилась Ангелина Бердникова, педагог-репетитор по английскому языку. Ну, с ним мы хотя бы чуть-чуть разобрались, английским языком, я имею в виду. Вы жили и учились за границей? Да, всё верно. Я училась по обмену в Германии. Спасибо большое моему университету за возможность, Уральскому федеральному. И в Испании так получилось, что... А сколько по времени там жили? То есть там было ещё и обучение? Да, это было именно обучение в университете на английском языке. Где-то было примерно один семестр, то есть это шесть месяцев. Здорово. А за проживание вы сами оплачивали или как? Да, там предоставлялось общежитие, за которое нужно платить. Но общежитие там было очень-очень комфортное. Да. Поэтому было в радость. Да, поэтому было в радость учиться и жить. А чтобы попасть вот так вот на это обучение, нужно было быть отличницей или как выбирали людей? Да. То есть нужно отлично учиться, знать язык, английский, по крайней мере, потому что именно в нём происходит обучение. И выполнять всякую активность в университете, волонтёрскую и внеучебную. Ну и вообще главное иметь это горящее желание, горячие глаза и вот стремление. Потому что я всю жизнь хотела... Мой первый иностранный язык был немецкий в школе, и это была моя мечта посетить Германию. Угу. И ещё и там пожить. Да. Поэтому, когда я начала изучать английский, я не предполагала, конечно, что я поеду в Германию, но так всё совпало, и моя мечта осуществилась. Так, у меня вопрос. Я изучил твой инстаграм. Хорошо. Там написано про Китай, что ты знаешь китайский ещё язык. Посмотри, у меня вопрос. У меня вопрос. Я реально задумывался о том, чтобы изучать язык, но я его и так знаю. Ну, нормально. Какой? Китайский? Нет, русский. О, английский. Нет, серьёзно. Серьёзно. Вот. Я просто к чему спрашиваю? Вот у меня, например, как у потенциального репетитора-нуждателя, три языка знать невозможно, четыре знают или возможно в совершенстве. Как правильно в этой ситуации? Ну, в совершенстве, думаю, возможно. У меня, конечно, все эти языки не в совершенстве. В совершенстве английский. Немецкий, испанский и китайский, они таком на разговорном уровне, то есть поддержать какие-то темы бытовые. О, как это здорово! Слушайте, а вот ещё такой вопрос. Многие люди, да, хотят изучить английский на том уровне, чтобы просто разговаривать. Я очень много работаю со спортсменами, и их английский настолько хорош и настолько прост, что ты их понимаешь, и как бы вопросов нет. Вот в этой ситуации есть реально смысл? И как правильно вот объяснить, ну, объяснить, что я хочу разговаривать на английском языке, но не вот со всеми премудростями? Да, грамматикой и разговорами. На самом деле, это всё дело в языковом барьере. Он присутствует всегда у нас, даже и в русском языке, когда мы куда-то выходим на публичное выступление. Поэтому главное — это преодолеть просто языковой барьер. Ну, я, так как прошла через это четыре раза, я знаю, как это делается, и вот учеников, которые у меня обучаются, я именно фокусирую на том, чтобы его преодолевать. Так, за сколько времени я могу выучить английский язык? Вот, да, для чего, опять же. Выучить это и для чего, да. То есть, поехать и отдыхать, чтобы комфортно себя чувствовать, без переводчика ходить, чтобы я общалась, там, вдруг познакомлюсь с кем-то. Наташа, тебе три фразы на английском. Снимите меня, пожалуйста, на видео, сделайте мне, пожалуйста, фото, и где выбрать лучший свет для снятия видео и фото. Где здесь еще шопинг-центр? Тоже очень важный момент. Ну, на самом деле, время тут измеряется уже в часах, да, то есть, сколько нужно часов. Если говорить в днях, то если заниматься каждый день хотя бы по 30 минут на протяжении, ну, хотя бы трех недель, четырех, то результат будет очень-очень быстрый. А так это зависит именно от памяти человека. Ну, то есть, ну, с ней вроде как у меня хорошо. Хорошо, а знаем мы, что у вас есть какие-то языковые танцы. Это что за сфера такая обучения? Ну, это мой проект, который я решила реализовать. А именно, есть такая теория, что, ну, и вообще не теория, подтвержденная исследованием, что физическая активность повышает активность головного мозга. И, соответственно, память улучшается в разы. Поэтому это самая благоприятная, ну, как бы, атмосфера, чтобы учить новую информацию, особенно иностранный язык. Поэтому я сделала свою программу, где вот мы, ну, конечно, не получится разговаривать, но получится освоить навык понимания речи английской. Что при этом делают? Прямо танцуют какие-то движения или что? Да, да. То есть, либо в песне, слова песни соответствуют движению, там, что-нибудь, my heart или что-то еще такое. И, конечно же, перед уроком, перед занятием вообще за день я там скидываю шесть слов, мы их учим, потом я их использую активно в речи. И так, как бы, систематически, если посещать занятия, складывается какой-то вот, ну, общий vocabulary, общий словарный запас. В vocabulary, словарь переводов. Действительно работают языковые титансы. Я опробовала их, так сказать, на немецких женщинах, 40+, но это так, чтобы не имеет значения возраст, то есть в любом возрасте можно. И на китайцах. Ну, и, конечно же, я начала его реализовывать здесь, в России, в Екатеринбурге. И через месяц действительно с нуля понимают. Понятно. Ой, действительно, интересно. Ну, так, с английским языком мы разобрались. Короче, у меня вопрос. Вот представьте, что вы знаете английский нормально, все. У меня вопрос. Вот просто как человек, который говорит на английском, что нужно сделать, какие пять советов, чтобы этот язык полюбить? Песни слушать, я не знаю, Гарри Поттера смотреть, там, один дом. Но вот что просто нужно сделать, вот не как педагог, а просто как человек. Скажите мне, что нужно сделать? Ну, вообще, это самое главное, это поставить цель. То есть все зависит от человека, конечно. Да какая может быть цель? Вот он низко. Ну, например, а, то есть нужно найти цель. Какая цель? Вот сидит человек у экрана, работает на заводе, ему этот английский, он хочет, но у него ни практики, ни применения. Есть какие-то, может быть, сайты, вот куда ты можешь зайти вот со своим вакеблари из 20 слов. Да, конечно. Хеллоу, и он тебе такой на то, хеллоу, и вы общаетесь. Ну, например, лично мои интересы, лично мои интересы в изучении языка, это фильмы, это сериалы, это музыка, я просто, это вот моя жизнь. Поэтому, наверное, это было в моем, ну, моей мотивации, да. И путешествия, конечно же. Ну, то есть, например, даже сериал «Друзья», который все знают, все обожают смотреть в оригинале и на русском языке, это две разные вещи. На английском в сто раз смешнее, интереснее и прикольнее. Ну, пусть вы знаете язык, естественно. Ну да, если мы будем смотреть. Хорошо, я еще хотела спросить про возраст. То есть вы считаете, что все-таки возраст не имеет значения, ребенок это изучает в школе, да, язык, или вот, допустим, в 40 лет женщина решила все-таки начать изучать немецкий? Ну, доказано, что у детей лучше память, просто потому что они только формируются, они быстрее все схватывают, поэтому если ребенок сразу, там, с 4 лет уже учит английский, будет намного лучше, да, результат. Но вообще, если человек, там, 40 или больше, в общем, неважно, какой возраст взрослый человек, он задаст себе цель, и по этой цели будет, соответственно, учиться, например, мне нужно путешествие. Тогда у него будет слова не «животные», а «путешествие», да? Тогда еще один вопрос, и я прям вот отпущу нашего гостя. Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас очень модно приложение. Вот ты листаешь рекламу, там говорят, знаешь, что это тема, типа, выучи английский за 20 минут в день, скачай приложение, купи про-версию, ты потом его скачиваешь, оно у тебя пылится. Это работающая история digital репетиторов? Да, да, то есть я репетирую онлайн, репетирую, преподаю онлайн. Приложение. Приложение тоже, например, ну, я могу называть приложение? В общем, хорошо, можете зайти просто мне в Инстаграм, я там всегда подборку выкладываю, и интересных каналов на Ютубе, и интересных приложений. Но я могу сказать, они 100% работают, главное знать, какое приложение для чего мы используем, для какого навыка. Друзья, вот так поговорили про английский, сейчас перейдемся на короткую рекламу, далеко не уходите, мы скоро продолжим.